Транспортный эксперимент или как застрять на плотине в пробке. В Запорожье желание снизить нагрузку на мостах в пиковое время обернулось массовым скоплением авто на Днепрогрессе. Подробнее далее в сюжете. Сегодня ранним утром в традиционное пиковое время движение по мостам Преображенского кардинально изменили. Патрульные с представителями органов местного самоуправления, желая побороть хронические пробки, решили пустить движение по мостам по принципу реверса. Въезд на Бабурку со стороны города был перекрыт, а вот пассажиры общественного транспорта ехали на работу в город сразу по двум полосам моста. Этот эксперимент проводили с 7 до 9 утра. Обратно из города на Бабурку планировали сработать по той же схеме с 5 до 7 вечера, снова в час пик, дабы разгрузить движение и не заставлять пассажиров маршруток и заводских автобусов простаивать в пробке на мосту. В итоге, людей о таком шаге не оповестили, из-за чего на плотине образовалось массовое скопление машин, и те, кто ехал на работу на личном авто и в маршрутках с Бородинского и Осипенковского районов, явно не успели к началу трудодня. Представители власти и патрульные говорят, проблему надо решать. Управление патрульной полиции планует выйти с пропозицией о изменении режима светлофоров, а именно увеличить режим зеленого светла на перекрестке улиц Винтера-Гребельна и Гребельна-Каховская для увеличения пропускной способности автомобилей через греблю Дніпро-ГЭС. Сегодня все стороны соберутся на совещании по злободневному вопросу с пробками и согласуют порядок действий на будущее, а пока реализацию затеи отложили на неопределенный срок. К тому времени еще предстоит отремонтировать все реверсные светофоры.